Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Очистить контейнерные площадки к 1 мая. Такую задачу глава Самары Елена Лапушкина поставила перед компаниями, которые занимаются вывозом твердых коммунальных отходов. Тагетис и Петуньи и Бархотки. В Самаре начались самые яркие и красивые работы по благоустройству города высадка цветов. В Самарской области в шестой раз прошел диктант победы. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что россияне не должны забывать о героических и трагических событиях в истории Родины. Больше века там учат студентов оказывать медицинскую помощь людям. Самарский медуниверситет отметил 105 лет со дня создания. В Самаре завершается месячник по благоустройству. 27 апреля пройдет заключительный субботник. Самарцев приглашают принять в нем участие. Инвентарь можно получить в муниципальных предприятиях и управляющих компаниях. В течение месяца самарцы привели в порядок более 36 миллионов квадратных метров территорий. С улиц вывезли 34 тысячи кубометров мусора. Всего в субботниках и средниках уже приняли участие порядка 277 тысяч человек. В минувшие выходные на субботник вышли 65 тысяч горожан. Очистить контейнерные площадки к 1 мая. Такую задачу глава Самары Елена Лапушкина поставила перед компаниями, которые занимаются вывозом твердых коммунальных отходов. Из-за массового проведения субботников на площадках скопилось большое количество мусора, который не успевают вывозить. В чем причина и какие решения найдены, расскажем в сюжете. В месячник по благоустройству на городских контейнерных площадках становится больше мусора. Помимо регулярных отходов, мешки появляются во время средников и субботников. Из увеличения объемов некоторые площадки остались заваленными. Чтобы выяснить причины этого, глава Самары Елена Лапушкина провела совещание с профильными службами в городской администрации. На встрече компании, которые занимаются вывозом твердых коммунальных отходов, напомнили о необходимости своевременного проведения этой работы. В соответствии с санитарными правилами и нормами, срок временного накопления несортированных твердых коммунальных отходов в зимний период времени должен превышать трое суток. В теплый период времени отходы должны вывозиться ежедневно. Крупногабаритные отходы должны вывозиться по мере накопления. В зимний период периодичность их не должна превышать 10 дней и 7 суток в летний период времени. Представители компаний, занимающихся вывозом мусора, отметили, что для качественного выполнения обязанности не хватает персонала, а действующий состав не успевает справиться с увеличенным объемом отходов. Елена Лапушкина рекомендовала привлечь дополнительные силы, нанимать технику и рабочих, если компании не справляются со своими обязательствами. До конца месяца профильным организациям нужно вывести все твердые коммунальные отходы и крупногабаритный мусор с контейнерных площадок, чтобы ответственные службы смогли привести и сами участки в порядок. Глава Самары подчеркнула, что муниципалитет в лице предприятия «Жиллидер» со своими обязательствами справляется, остальное зависит от перевозчиков. В прошлом году Самара закупила 2500 контейнеров. Все, что касается полномочий муниципалитетов по отбору около контейнерной площадки, да, мы согласны подбирать, но не работать за перевозчика. Вот это все образовывается из-за того, что вовремя не перевозится, не выводится, соответственно, мусор. Нам нужно наводить порядок. Мы все знали, что у нас месячник по благоустройству. Апрель месяц, который никогда, вот на моей памяти, не менялся. Что в этом году произошло, совершенно непонятно. Еще одна проблема – это недобросовестные компании, которые не довозят мусор до полигонов, а образуют стихийные свалки, порой и в черте города. Иногда сбрасывают ходы на контейнерные площадки, которые обслуживают другие организации. Вопрос пресечения такой деятельности и наказания виновных проработают на отдельной встрече с правоохранительными органами. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События. Поездка на трамвае для жителей Самары станет более комфортной и удобной. 29 апреля начнется капитальный ремонт трамвайной линии на улице Новосадовой – одной из главных улиц региональной столицы. Какие еще территории будут охвачены ремонтом и какую альтернативу трамваям на время работ предлагает город, узнали наши корреспонденты. Электротранспорт Самары нуждается в обновлении. Особенно острая ситуация складывается на улице Новосадовая. Трамвайная линия на этом участке – основная в городе, с высоким пассажиропотоком. Поэтому модернизация трамвайных путей начинается именно с нее. Капремонт будет вестись в два этапа. Сначала на участке от Барбошиной поляны до Нововокзальной, затем на отрезке от Нововокзальной до 22-го портсъезда. Задача – привести рельсу-спальную решетку в нормальное состояние, по которым трамвай будет ехать, будет ехать с нормальной скоростью. Ну и самый главный аспект – это безопасность. То есть те сходы, которые мы в настоящее время имеем по причине плохого состояния рельса шпальной решетки, но мы от этого уйдем. И не будет какие-то опасения, что трамвай сойдет с рельс, кто-то там в трамвае ударится, поранится. Сейчас на отдельных отрезках пути трамваям приходится снижать скорость до 5 км в час. А после капремонта они смогут разгоняться до 20-22 км в час. Согласно проекту, здесь обустроят ливневки, в колодцах установят экологичные фильтры, улавливающие грязь. На время ремонтных работ, которые начнутся 29 апреля, движение трамваев приостановится в оба направления. Их заменит 30 заказных автобусов, которые будут курсировать от Таштенской по Демократической и Новосадовой до улицы 22-го портсъезда. Проезд на них будет бесплатным. Автобусы будут ходить с половины шестого утра до 22.30, забирая и высаживая пассажиров на всех девяти остановках. В час пик интервал движения составит 3 минуты, в остальное время 7 минут. Также планируют запустить новый коммерческий маршрут номер 88. В пробном режиме он будет курсировать от госпиталя «Мать и детян», который располагается рядом со стадионом «Самара-Арена». Автобусы проследуют через Новосадовую и Солнечную в исторический центр города до речного вокзала. Эта работа очень серьезная, работа очень важная. Мы постарались минимизировать неудобства и надеемся, что после окончания всех работ от Барбошиной поляны до торгового центра «Апельсин», до завода Тарасова, у нас появится абсолютно новый современный трамвайный путь, который прослужит нам долгие годы верой и правдой. Пассажиры уверены, ремонт линии необходим, а бесплатные автобусы – хорошая замена. Конечно, это нужно делать, потому что в любом случае у рельс какой-то ресурс есть, их надо менять с какой-то периодичностью. Вполне очень удобно, было бы замечательно, если интервал будет соблюден. В период капремонта работу нескольких трамвайных маршрутов организуют по временным схемам. С ними можно ознакомиться на сайте администрации «Самары». Работы на первом участке трамвайной линии планируют завершить 30 июня. Затем капремонт намерены начать от нового вокзальной до разворотного кольца у завода имени Тарасова. В настоящее время проект проходит госэкспертизу. Полина Чулякова, Николай Сидоров, События. В Самаре начались самые яркие и красивые работы по благоустройству города. Высадка однолетних цветов. Украшают газоны и клумбы. Появится также вертикальное мобильное озеленение. Территории готовят к майским праздникам и летнему сезону, где уже можно полюбоваться красотой. И сколько видов цветов украсят город, узнала Полина Чулякова. Традиционно к концу апреля с наступлением благоприятных погодных условий в Самаре начинается цветочное оформление территории. Прежде всего, подрядные организации сосредотачивают усилия на знаковых локациях. Их важно подготовить к майским праздникам в числе первых. Площадь памяти, сквер Победы, аллея трудовой славы, парк Победы, проспект юных пионеров, периметр площади Куйбышева, улица Молодогвардейская, Красноармейская и другие. Для придания сразу эстетического торжественного вида этим клумбам высаживаются цветы уже в стадии цветения. Это горшечные растения, уже выращенные в теплицах, имеющие уже бутоны. И, соответственно, при их высадке на место клумба сразу приобретает торжественный красивый вид. И уже ей можно любоваться на майские праздники. В этом году площадь цветников в Самаре составит более 38 тысяч квадратных метров. Напомним, каждый год цветочное убранство появляется на улицах города благодаря реализации муниципальной программы «Цветущий город». Высадили цветы на рассаду в теплицах спецремстрой зеленхоза еще в декабре. Сейчас подготовили 40 видов однолетников. Отдается предпочтение выносливым цветам, которые легко адаптируются к городским условиям и климату. Они уже в цветущем состоянии. Их на нашем аранжеренном хозяйстве уже вырастили. Уже добили до зрелого, значит, красивого состояния, чтобы сразу уже порадовать жителей. Мы не высаживаем те, которые еще не цветут. В основном все у нас цветущие цветы. На клумбах уже раствели и тюльпаны, и нарциссы. Их луковицы посадили еще осенью. Они занимают площадь порядка двух с половиной тысяч квадратных метров. Очень нравится. Все время хожу, любуюсь. Мне тюльпаны нравятся. Там такие есть тюльпаны, которые красные и с желтенькими каеночками. Я здесь работаю рядом и в обед хожу, наслаждаюсь. Не обойдутся в этом году и бескан, которые ценятся не только за эффектные цветения, но и за яркие листья. По сравнению с прошлым годом, их число на самарских клумбах увеличится. В этом сезоне появятся и новинки. К примеру, плющевидная махровая пеларгония. На туристических маршрутах установят кашпо с ампельными растениями. К 9 мая цветочный ковер покроет 6000 квадратных метров городских территорий. Остальные цветы высадят до конца июня. На протяжении всего сезона специалисты обеспечат цветам уход и полив. Полина Чулякова, Валерий Майоров, События. В Самарской области в шестой раз прошел диктант Победы. Жители региона проверяли свои знания, истории и события Великой Отечественной войны. Всего на территории области было открыто 1434 площадки для написания диктанта. По данным организаторов, это самое большое число площадок по всей России в одном регионе. Участников акции, собравшихся в Самарском ДК «Чайка», поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, акция набирает обороты по всей стране и далеко за ее пределами. И напомнил, диктант Победы направлен на то, чтобы россияне никогда не забывали о героических, славных и трагических событиях в истории Родины. Самарские участники движения первых присоединились к международной исторической акции диктант Победы. Юные активисты собрались на трех площадках, чтобы проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Подробности в нашем сюжете. Студент Самарского училища культуры Егор Васютин знает, чтобы на отлично написать диктант Победы, прилежного посещения уроков истории мало. Нужно дополнительно погружаться в материал и отдельно узнавать про ключевые события Великой Отечественной войны. Чем он и занимался перед тестом. Юноша уверен, участники молодежного движения первых обязательно должны присоединиться к акции, чтобы подтверждать свою активную гражданскую позицию. Я думаю, что каждому важно знать историю своей страны, знать, что сделали для нас наши деды-прадеды. И, естественно, я хочу проверить свои знания насчет истории. Такие же участники движения первых, как и Егор, сегодня собрались писать диктант Победы на трех централизованных площадках. А многие присоединились к международной акции в своих учебных заведениях вместе с одноклассниками и одногруппниками. За 45 минут необходимо правильно ответить на 25 вопросов о Великой Отечественной войне. Диктант проходит в формате, похожем на ЕГЭ, поэтому для выпускников это шанс дополнительно отработать и процедуру правильного заполнения экзаменационных документов. Для ребят это не только шанс дать память и уважение нашему поколению, которое участникам Великой Отечественной войны, но это еще и шанс как раз увеличить свое портфолио. Сегодня каждый участник получит сертификат, и, опять же, лучшие результаты будут отмечены не только на региональном, но и федеральном уровне. Те, кто сможет правильно ответить на все задания, получат возможность попасть на главный парад победы страны, который проходит в Москве на Красной площади. Андрей Бессонов, Андрей Грагуленко, Валерий Майоров. События. Акция «Диктант Победы» прошла и в Самарской городской думе. Что ждет победителей, узнали наши корреспонденты. Члены Молодежного парламента, Общественного совета, депутаты. Все они участники международной исторической акции «Диктант Победы», которая традиционно проходит по всей России. В этом году Самарская область – лидер по количеству площадок, на которых проводится диктант. Всего 1494 территории. Я считаю, что это очень важно, потому что, во-первых, проверить себя, свои знания, знания о Великой Отечественной войне, данное во время специальной военной операции. Вопросы для диктанта составляло российское военно-историческое общество. Формат испытания – 20 вопросов о Великой Отечественной войне и 5 вопросов, связанных с историей Куйбышева. Это замечательная идея, которая, так сказать, сегодня реализуется не только на территории нашего города, региона Российской Федерации, но имеет статус «Диктант Победы» уже международный характер. Это, в первую очередь, дань памяти, это дань ветеранам, которые, так сказать, сегодня еще, пусть в молодежи составе, но живы. Участникам акции, написавшим «Диктант лучше всех», предоставится возможность побывать на параде «Победы» на Красной площади. Виктория Шарая, Полина Чулякова, Сергей Баскин. События. В Самару прибыл поезд «Победы». Это первый в мире музей, созданный в вагонах. Всего их восемь, и в каждом уникальная экспозиция, которая рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. Посетить необычную выставку удалось нашему корреспонденту Елизавете Прокопенковой. Почувствовать эмоции людей, живших в годы Великой Отечественной войны, можно на передвижной выставке «Поезд Победы». Это первая в мире инсталляция, размещенная в движущемся поезде. В каждом вагоне воссозданы знаковые события Великой Отечественной войны. Защита Брестской крепости, концлагерь, окопы, победа и торжественное возвращение домой. Одними из первых необычных музеев посетили юнормейцы. Как реалистично сделать малюжи людей, детально, там, шрам, каждый шрам, каждый волос, просто идеально сделать. Идешь особенно, когда просто идешь по вагону, и из долины тебя смотрит какой-нибудь манекен. Вот это прямо и пугало, и смешило очень. На протяжении всей экскурсии посетителей сопровождает аудиогид. Рассказ ведется от лица машинистки поезда, молодой девушки Лидии. Организаторы проекта принимали личное участие в создании уникального музея. Для меня этот поезд многое значит. Я больше того скажу, я даже участвовал в съемках для этого поезда. У нас можно наблюдать в вагоне бронепоезда, в перископе, как раз элемент сражения на узкоколейке, где сражалась 2-я ударная армия. И там вот я принимал участие в реконструкции, как раз нас снимали для этого поезда. Экскурсия длится около 40 минут. За это время посетители проходят через 8 вагонов и 4 года войны. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События. Самарский государственный медицинский университет принимает поздравления. В этом году ему исполняется 105 лет. В структуре вуза 74 кафедры, 10 научных центров, 8 образовательных институтов. Ксения Баканова расскажет подробнее. Вместо белых халатов – костюмы и вечерние платья. В зале театра оперы и балета собрались те, кто каждый день спасает жизни других. Повод приятный. День рождения «Альма-Матер». В составе университета сегодня работают 8 образовательных институтов, 72 теоретические и клинические кафедры, где трудится 875 преподавателей. В структуре вуза собственные клиники, уникальные инновационные институты и другие подразделения, которые обеспечивают слаженную работу и достижение поставленных целей. В этом году Самарский государственный медицинский университет отмечает юбилей – 105 лет. Временно исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Самарской области Наталья Катина передала поздравления от губернатора Дмитрия Азарова. Самарский государственный медицинский университет активно участвует в формировании технологического суверенитета страны. В вузе создана особая инновационная инфраструктура, ученые совершают прорывные открытия, помогая улучшать здоровье и спасать жизни тысячи людей. Невозможно переоценить вклад СамГМУ в подготовку высококвалифицированных кадров для здравоохранения. Выпускники востребованы не только на территории нашего региона, но и по всей стране. Сотрудники университета уверены – будущее медицины в IT-разработках. На выставке представили только малую часть. Это система реабилитации, система телемедицины и дистанционного мониторинга, которая используется в федеральном проекте «Персональные медицинские помощники» и на самом деле множество другого всего. Разработок у нас в каждой сфере все больше и больше становится. Последние пять лет – это активный скачок. В адрес преподавателей и студентов вуза звучали теплые слова и поздравления. 105 лет – это солидный возраст, однако для университета – только начало большого пути. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Победители 12-го фестиваля конкурса «Никто не забыт» представили свои номера на гала-концерте. В конкурсе приняли участие более 500 человек. Все они исполнили песни и стихи, посвященные военной тематике. Лучшим вручили дипломы и подарки. На концерте побывала наш корреспондент Елизавета Прокопенкова. Песни и стихи, знакомые каждому, прозвучали на гала-концерте в фестивале конкурса «Никто не забыт». Фестиваль посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 500 участников. Победители стали лауреатами в номинациях «Вокал» и «Художественное слово». Исполнение стихов оценивала поэтесса Людмила Хаустова. Она обращала внимание на выразительность чтения, интонации и знания текста. Мне интересно, что и стихи были, многие совершенно неизвестные, может быть, публики. Некоторые повторялись, а некоторые были совершенно новые, не широко известные. И читали о них очень выразительно. Видимо, очень глубоко прониклись в происходящем. Просто нужно отдать им должное. Молодцы. Фестиваль проходит в 12-й раз. За эти годы в нем участвовали более 8 тысяч человек. Самому младшему было 3 года, а старшему 90 лет. Наш фестиваль дает возможность людям разных возрастов быть объединенным общей темой, общей целью, возможностью выступить на большой площадке и выразить свои эмоции и чувства, благодарность поколению победителей. На гала-концерте выступили коллективы победителям. В финале им вручили дипломы и подарки. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События. Здесь живут события и образы далеких дней. Витает в воздухе соединение времен. Кто и какими смыслами наполнял жизнь знаменитой усадьбы Алексея Толстого? Как она менялась на протяжении века? Ответы на эти вопросы могут получить посетители выставки «Усадьба и ее смыслы», которая открылась в Самарском литературном музее. Авторы собрали вещи, фотографии и документы, которые оставили свой след в жизни здания. Подробности в сюжете. Столетняя история знаменитой усадьбы писателя Алексея Толстого с момента основания до открытия музейного комплекса представлена на выставке, которая и открылась в самом доме. Ее авторы смогли выявить 9 смыслов и раскрывают их для посетителей через сохранившиеся уникальные документы, фотографии и предметы. Они хранят историю рождения усадьбы и неоднократной смены владельцев, судьбы некоторых хозяев и квартирантов, коммунальные истории усадебных домов и этапы создания музея в усадебном пространстве. Можно говорить о каком-то дворовом месте, которое некоторое время пустовало, некоторое время здесь были какие-то постройки, потом они в результате пожара или других катаклизмов исчезали. Пока, наконец, не была построена эта усадьба, и она уже здесь стала, будем говорить, навсегда, потому что с ней, слава богу, ничего не случилось. Центральным элементом экспозиции стал макет усадьбы в масштабе 1 к 40, который показал, как постройка должна была выглядеть по первоначальным чертежам. Макет усадьбы состоит из 5000 деталей. Среди материалов фанера, картон, проволока, пластик, до 15 видов клея и лакокрасочных материалов. Это ныне такой тренд. Есть музейные, потому что тенденцию я замечаю и в других музеях нашей страны, когда на экспозициях вместе с артефактами появляются модели чего-то, макеты, диорамы и так далее. Потому что наша страна такая огромная и такая замечательная, но, к сожалению, все поместить в музейную экспозицию по ряду причин просто невозможно. Выставка будет открыта до октября. При этом по четвергам и субботам будут проходить особые и расширенные экскурсии по экспозиции, которые будут проводить сами авторы. Записаться на такую встречу можно через социальные сети музея. Виктория Шарая, Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Готовить новую управленческую элиту исключая человеческий фактор оценивающего. На следующем этапе бойцов ждет обучение. Участники отбора на программу «Время героев», которые не успели пройти тестирование из-за выполнения боевых задач, могут это сделать в филиалах президентской академии. Их адреса можно посмотреть в личных кабинетах на сайте времягероев.рф. Глава Куйбышевского района Самара Алексей Коробков в телеграм-канале сообщает, что сегодня выступил с отчетом о работе за 2023 год перед депутатами Куйбышевского райсовета. В 2023 году району исполнилось 80 лет. Можно с уверенностью сказать, подчеркнул глава района, что к такой значимой дате район перестал быть окраиной города. Куйбышевский район – самодостаточная территория современного города-миллионника, где жителям доступны все блага наравне с другими самарцами. Администрация Красноглинского района напоминает, что с приходом весны и до поздней осени велосипеды и самокаты становятся неотъемлемой частью активного отдыха многих людей. Не всегда владельцы этих транспортных средств заботятся об их сохранности. На территории района участились случаи краж из подъездов и домов личного имущества граждан, оставленного на хранение в общественном месте без присмотра. Чтобы не стать жертвой воров, не оставляйте велосипеды и самокаты без присмотра, как в подъездах, так и на улице. Не доверяйте присмотр за ними незнакомым людям. Пристегивайте велосипед и самокат специальным запирающим устройством. Обязательно сохраните паспорта транспортных средств, чтобы в случае кражи и заявления в полицию можно было доказать факт покупки. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин